Всем большой привет! С вами Наталья Ксенчак. Я сегодня снимаю свой очередной влог. Сегодня я иду на съемку. Дело в том, что фотограф, который учится на курсе 101 фэшн от фотошколы 2.8, Лена Вахрушева прислала мне мундборд и там были такие городские образы. Я решила сделать что-то подобное. Наша героиня будет женщина такая деловая, самостоятельная, сильная, но такая городская девушка, которая катается в метро на работу, по делам, на учебу. На самом деле что-то достаточно легко делать для прохладной такой погоды, потому что дома у меня жарко. Я думала, что наконец-то буду чувствовать прохладу, но зато не будет жарко. Вот сейчас я иду в фотошколу 2.8, где девочки уже меня ждут. Модели делают макияж. Ну и, собственно, затем мы поедем... Ой, я не знаю, я сказала или нет, съемка будет в метро. Вот, и у меня уже был подобный опыт. Было довольно запавно. Такой очень наглядный, печальный опыт. Надеюсь, вам когда-нибудь о нем обязательно поведаю. Подхожу к зданию фотошколы и поднимаюсь на пятый этаж на лифте, который не вызывает у меня каких-то положительных эмоций. Я его боюсь, этот лифт. Затем тогда на коридор я иду в саму фотошколу. Она располагается в нескольких залах. Модель уже сидит на макияже. Когда я пришла, его уже заканчивали. Поэтому совсем скоро мы поехали в центр города на локацию. И также неподалеку есть метро, станция Горьковская. Возле входа на станцию мы также фотографировали. У нас были снимки с сигаретами, но я не стала их вставлять, потому как вроде это запрещено на YouTube. Не знаю точно. Было очень интересно снимать в заполненном людьми вагоне. Конечно же, все смотрели, всем было интересно, что мы делаем. Но, к счастью, никто из полиции или сотрудников метро к нам не подходил, как, например, в прошлый раз, когда я снимала в метро. Сегодня меня пригласили посетить квест. Пригласила меня туда Зоя Большакова. То есть сказала, там нужно 4 человека. В общем, мы с ней давно договорились. Вот. Кстати, я сегодня попробовала завить вот эту часть. Если честно, я вообще не в восторге. Все потому, что я вчера легла спать с сырой головой. Прям потому, что когда я глаз вынимала сам, это было нормально, сейчас не очень. Я сегодня решила покраситься желтыми тенями. Я не знаю, как вам. Я забыла рассказать вам трагедию, которая мне сегодня произошла. У меня умерла улиточка. У нас была одна сначала. Ее звали Жюли. Охотина. Но она покончила жизнь самоубийством. Она... В общем, мы ее пустили немного поплавать по ванной. Она, видимо, сболзла по кафелю очень высоко и сорвалась вниз. В общем, умерла. Несколько месяцев назад Олег мне подарил еще одну охотиночку, совсем маленькую. Я ее назвала Жюльеной. В общем, она сегодня умерла. Она где-то с марта у меня прожила. Я не знаю, что случилось. У меня такое ощущение, что она перегрелась. Ну что, вроде я пришла. Мне на звездинку 20B. Куда-то сюда. Вау, куда я пришла? Это квест в реальности называется Ловушка. И тут, смотрите, есть Хичкок Короли Саспенса. Ну, интересно, что будет у нас сегодня. Что я вхожу? Интересно, что там. Ну, все. Здравствуйте. А я к двум часам. Мне сказали, что можно пользоваться всем, что я вижу. Что я здесь вижу? Чаек. Тут даже есть конфетки. Алё, она пришла? Привет. Привет. Ты знаешь что-нибудь об этом квесте? Нет, вообще ничего не знаю. Я ничего не могу рассказать, поэтому для меня вполне еще сюрпризный саппель. Зоя пришла. Всем привет. Куда ты нас привела? Расскажи. Я не знаю. У меня вообще с логикой проблемы. Сильные такие проблемы. Поэтому меня пригласили и мой женский клуб посетить квест Ловушка, и я не отказалась. Хоть, может быть, сегодня наши мозговые возможности проявятся в полной мере. Сейчас нас это, наверное, закроют. К тому же сытый. Нет, я сейчас не смотрела. Я не смотрела, и чтобы было интересно. Ну, потому что можно же погуглить и посмотреть, что ожидает. Тогда какой это квест? Нас теперь четверо, но вы меня не видите. Люда, как ты думаешь, что будет там за квест? Понятия не имею. Я ни разу не участвовала в квестах вообще. То есть, вы представляете, четыре девушки пришли на квест, и никто не знает, что это за квест? Да, то есть... Две из них блондинки. Я бы сейчас делала джинсы. Две брюнеточки. С чем-нибудь. Но я потом еще много разу не сделала. Все говорят, что у всех проблем... У тебя тоже проблема с логикой? У меня никогда ее не было. Почему это проблема? Это не проблема. Это не до женщины. Он начнется буквально через час. Буквально пять минут назад выяснилось, что фильм, который должен получить Оскар, прибыл на фестиваль не полностью. Некоторых эпизодов не хватает. Сейчас вам предстоит стать актерами, режиссерами, операторами и доснимать недостающие части. Если все будет сделано правильно, в конце вы получите Оскар. А если нет? То есть это не ужас? Никто на нас не нападет? То есть вы получите Оскара. На нас кто-нибудь будет нападать? Никто на вас не будет нападать. Здесь нет актеров, здесь нет неэпичных элементов, отторванных рук, голов и тому подобное. Это красиво, оттуражно будет. Слава Богу, да? Что вы скажете? Что мы скажем? Вау! Нет, серьезно, это очень прикольно. Да, здорово, молодцы мои. Я хотела бы похвалить нас. Мы прошли квест за 58 минут, девочки, да? У нас женский клуб, и мы прошли за 58 минут. А вообще-то я думала, что мы там часа полтора полазим, и нас выпустят, сказали, что вы идите в Боги. Мне казалось, что нет. Мы молодцы, мы сегодня дружно, как команда прошли его, и команда. Теперь хочется на следующий. На маньяков, да, чтобы прям вот на там убивали, били, лупили, ну и прочее. Не, ну ты что, ты что, ты не преувеличиваешь. Да, Таша сейчас только говорила, что ей не хватает этого. Не, ну что, били, били, лупили это. Не, ну что, били, били, лупили это. Ну, хочется так чуть-чуть, ну, пугали мне. Ну, конечно, можно, Люда может, по автозаводу погулять. Я каждый день от машины до дома так бегаю, на каблуках, знаешь, оглядываюсь, чтобы не один там этот, в морлок меня не напал там никто. То есть они реально там водятся. Да, мне каждый день вечером хочется добежать от парковки до квартиры. Вообще круто, мы молодцы, что мы собрались и пошли, да, мы умнички. Квест шикарный, всем советую сходить. Я возвращаюсь сейчас с квеста, я, конечно, под большим впечатлением, потому что, ну, мне очень нравится такого рода именно задание и сама атмосфера. Ты знаете, такая ретро, под 40-е, где-то сделаны под Америку 40-е годы, потому что тема там была, фильмы Хичкока. Это очень понравилось, потому что я вообще поклонница Хичкока. Я поначалу очень боялась, что это будет какое-то, ну, не знаю, что-то страшное, что-то будет кто-то нападать, кто-то за ноги грызть. Вот, мы все молодцы, потому что девушки обычно не, ну, да, с логикой у нас проблемы, но в этот раз всё было очень круто, потому что мы как-то тут что-то взяли, здесь что-то взяли, тут что-то прочитали, побежали. Бежали, в общем, как-то у кого-то какие-то идеи, кто-то, что-то, то есть, ну, поддерживали друг друга, действительно, и, как говорится, одна глава хорошо, четыре лучше, то есть мы справились. Очень классно. Я лично целый час действительно погрузилась в атмосферу. Ну, мне вообще вот именно этим нравится квест, что ты как будто попадаешь в альтернативную какую-то реальность и отключаешься на этот час из своей жизни, и попадаешь в какое-то другое, и ты чувствуешь, что вот, у тебя поджимает время, и нужно срочно что-то делать. Вот, однозначно обязательно нужно сходить ещё на квест про маньяков, нам уже дали флайеры очень интересные, вот, тоже думаем, что сходим. Вот, это реально очень круто, я даже, ну, в общем, я под большим впечатлением.